Всем привет! Перед тем, как начать это видео, я хочу поделиться с вами кое-чем просто потрясающим. На днях мой канал набрал 500 подписчиков, и ребята, честное слово, я до сих пор не могу в это поверить. Это настолько здорово, я так счастлива, и пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех, кто подписывается, кто остается со мной. И огромное спасибо вам за поддержку, за теплые комментарии, это так много для меня значит, огромное спасибо. И в честь этого я решила записать текст, слишком много информации обо мне. Поскольку мне кажется, что уже пришло время рассказать немного о себе, чтобы вы узнали меня получше. И этот текст идеально подойдет для этого, поскольку там довольно много вопросов, и все они требуют интересных историй. Так что это видео будет смешным и забавным, надеюсь, что вам понравится, и давайте начнем. Итак, первый вопрос. Что на мне одето? Сегодня почему-то на мне очень много вещей одето. Внизу у меня такое платье-майка из ASOS, откуда же еще? Пришло мне только вчера, так что я его сразу же одела для видео. Сверху джинсовая куртка из Zara. Украшение мне подарила подруга. Шляпа, кажется, из Pull&Bear, я точно не помню. Купила ее очень-очень давно. И на ногах у меня ничего нет, никакой обуви, потому что я дома, очевидно, не ношу обувь дома. И вот такой наряд сегодня на мне одет. Второй вопрос. Были ли вы когда-то влюблены? Отвечу просто да, я была влюблена. Третий вопрос. Были когда-то ужасные расставания? И, следуя из предыдущего вопроса о том, была ли я влюблена, да, у меня было ужасное расставание. Но это время уже давно-давно-давно позади. Сейчас все шикарно, но ответ да, к сожалению. Четвертый вопрос. Твой рост? Мой рост 1,63 м. Пятый вопрос. Твой вес? Я ничего не скрываю, так что мой вес 53 кг. Седьмой вопрос. Есть ли пирсинг? Нет и не планируется. Восьмой вопрос. Моя любимая звездная пара? И моя любимая пара не звездная, они не с телевидения, они с Ютуба. И это Джуди и Бенжи. В общем-то, это молодая семья, и они делают ежедневные блоги. И живут в Америке, в Сиэтле. У них дочка двух лет, и всего месяц назад у них родились просто потрясающие, безумно милые девочки-близняшки. И просто я обожаю их семью, обожаю их отношения, и мне очень нравится наблюдать за их жизнью. И каждое утро я начинаю с того, что смотрю Джуди. Это просто мой утренний ритуал. Так что моя любимая пара, Джуди и Бенжи, обожаю их. Оставлю ссылку на канал внизу, чтобы вы тоже их полюбили. Девятый вопрос. Мой любимый сериал? И, ребята, это самый страшный вопрос, который только можно мне задать. Я уже упоминала в каком-то из своих видео, что я пожиратель сериалов. Серьезно, я просто посмотрю их каждый день. На самом деле, каждый день я смотрю какой-то сериал. И это привело к тому, что я посмотрела их настолько много, что мне очень тяжело выбрать самый любимый, потому что каждый из них мне нравится по-своему. Но тег требует того, чтобы я выбрала самый любимый. И я решила остановиться на «Как я встретила вашу маму». Этот сериал, мне кажется, все-таки особенный из всех, потому что я его смотрела не один раз. Очень много с ним связано. Я обожаю всех героев. Я каждый раз, пересматривая, смеюсь до слез, потому что помню все эти шутки. Они просто никогда не перестают быть смешными. Смешными? Да, смешными. Вот, так что все-таки я отвечу, что мой любимый сериал — это «Как я встретила вашу маму». Десятый вопрос. Моя любимая группа? И на самом деле, у меня нет особо любимых групп, потому что больше я слушаю каких-то конкретных исполнителей. Но, может быть, The Weeknd можно назвать группой каким-то способом, но... Эм, да. Извините. Так вот, возможно, The Weeknd можно назвать группой в каком-то контексте, но я не уверена, но все равно, в любом случае, я очень люблю The Weeknd. И уже долго-долго время я его слушаю, слушаю, слушаю. И я очень удивляюсь этому, поскольку раньше я никогда не любила ни такие жанры, связанные с Iron B или чем-то таким. Вот, но я просто, не знаю, я обожаю The Weeknd. Слушаю каждый день, люблю. Все. Так что The Weeknd. Одиннадцатый вопрос. Кто-нибудь по кому-то скучаешь? Я очень сильно скучаю по маме. Но еще я скучаю по коту. Я его очень-очень редко вижу. И вот у меня даже есть вот картина с котиком, да. Такой красивый котик у меня. Я сильно по нему скучаю. Вот котик. Вася забыли. Скучаю по котику. И по маме. Котик и мама. Мои любимые. Двенадцатый вопрос. Моя любимая песня? Тоже, конечно, такой издевательский вопрос. Но вот как можно ответить? Вот самая любимая песня. Мне кажется, это вообще для каждого тяжело найти самую любимую песню. Но я постараюсь. Так что из веселых песен на данный момент моя любимая песня. Та, которую я сейчас включу. А из грустных песен вот эта песня, моя любимая. Тринадцатый вопрос. Сколько лет? Сейчас девятнадцать. В июне довольно скоро будет двадцать. Кошмар, кошмар. Четырнадцатый вопрос. Знак зодиака. Мой знак зодиака – близнецы. Пятнадцатый вопрос. Черты характера, которые ты ищешь в людях. Ну, конечно, первое и самое главное – это чувство юмора. Потому что я люблю шутить. Да, я люблю шутить. И люблю, чтобы мои шутки понимали, а они смотрели на меня вот так. Так что да, чувство юмора – это одно из главных. Вот. Потом, что еще? Надежность, чтобы я могла доверять этому человеку. И еще, чтобы человек был такой активный и спонтанный. Потому что во мне этого немного не хватает. Мне нужно, чтобы мне сказали, «Эй, Настя, давай пойдем сейчас просто вот так сходу там куда-нибудь пойдем». Вот. Мне нужно, чтобы мне говорили что-то такое. Иначе я буду сидеть, сидеть и сидеть. Шестнадцатый вопрос. Любимая фраза. Я ее сюда выписала, так что прочитаю вам. Не давай обещания, когда ты счастлив и не принимай решений, когда ты зол. Важно. Семнадцатый вопрос. Любимый актер. Честно, я долго думала, что ответит на него. И я не нашла ответ. И, видимо, у меня нет любимого актера. Потому что мне вот актеры нравятся в каждом фильме отдельно. То есть, например, мне вот понравился актер в фильме, да? Но не факт, что он будет нравиться не в следующем фильме. То есть, мне, наверное, нравятся отдельные роли какие-то, а не актеры. Вот. Так что, к сожалению, ответа на этот вопрос у меня нет. Так что нет любимого актера. Все, нету его. Восемнадцатый вопрос. Любимый цвет. Любимый цвет – это такое растяжимое понятие. И в него входят все оттенки синего, голубого, бирюзового. Да, вот подушка, например. Вот такой цвет мне тоже нравится. Так что, синие-голубые оттенки – мои любимые. Девятнадцатый вопрос. Громкая или тихая музыка? Конечно же, зависит от настроения. Когда мне грустно, то тихая меланхоличная музыка подойдет больше. Но если мне весело, если у меня хорошее настроение, то, конечно же, веселая громкая музыка. Позитивная, громкая. Двадцатый вопрос. Куда ты идешь, когда тебе грустно? На самом деле, раньше я всегда оставалась дома. Я никуда не шла, я смотрела YouTube, ложилась спать. Но в последнее время я поняла, что для меня стало лучше работать метод выхода в люди. То есть я могу даже одна куда-то просто выйти, в кафе, например, сидеть там, смотреть на людей, как бы чувствовать себя в обществе, в окружении. И я отвлекаюсь на это, я чувствую себя лучше. Так что, наверное, ответ будет выйти в люди. Двадцать первый вопрос. Как долго ты принимаешь душ? Зависит от того, если я мою голову. Если я мою голову, то это полчаса минимум. А если нет, то 10 минут. Двадцатый второй вопрос. Как долго ты собираешься по утрам? Опять-таки, это зависит от состояния моих волос. Если у меня уже есть какая-то прическа, то вместе с завтраком, с макияжем, это занимает примерно час. Если мне нужно мыть голову, полтора часа. В общем, да, я собираюсь очень долго. Двадцать третий вопрос. Были ли вы когда-нибудь в драке? Да, я действительно дралась один раз. Это было в начальной школе. Я думаю, что никто из моих друзей никогда не слышал эту историю. Так что, я вкратце расскажу, что какой-то мальчик очень долгое время оскорблял и обижал девочек. И меня это просто настолько взбестило, что я встала и просто начала его бить. Вот. А он, конечно же, отвечал мне. То есть, мы действительно дрались. Довольно долго это было. Я помню, что это было довольно больно. То есть, это была действительно драка. Я помню это. Так что, да, это моя единственная драка во всей жизни. Но она была так, что... Вот так вот, вот так вот. Двадцать четвертый вопрос. Что привлекает в людях? Мне нравится, когда люди очень жизнерадостные, очень энергичные и спонтанные. Также мне очень важно, чтобы человек был очень аккуратным и чистоплотным. Это вообще обязательно. Следующий двадцать пятый вопрос. Что не нравится в людях? Что мне больше всего не нравится вообще в качествах людей? Это лицемерие. Это качество меня сразу отталкивает. Двадцать шестой вопрос. Причина регистрации на YouTube. Так. Ну, тут очень много причин. Но начну с того, что просто мне хотелось найти друзей. Мне действительно было очень одиноко здесь, потому что я живу здесь не так давно. И у меня совсем мало знакомых. Поэтому мне просто хотелось найти друзей, найти каких-то новых людей. Но также мне просто хотелось поделиться чем-то своим, частичкой себя, какими-то своими знаниями. То есть просто вести блог, влог, неважно. Вообще, я просто очень долго смотрела американских блогеров. И вот я смотрела, смотрела, смотрела. Мне стало это очень нравиться. И вот я уже думала, как бы было здорово записывать то же видео. Я просто подумала об этом, и через пару месяцев я действительно начала это делать. И сейчас я действительно не представляю своей жизни без этого. Я полностью в это погрузилась. Я обожаю снимать видео, обожаю обрабатывать их. Так что я просто счастлива, что я все-таки это сделала, что я начала снимать видео. И я уже постепенно нахожу каких-то друзей. Я переписываюсь с людьми. Помогаю кому-то на тему по учебе в Чехии. Так что вот так. Двадцать седьмой вопрос. Твои страхи? Так, ну первый мой страх это насекомые. Я безумно боюсь почти всех насекомых. Единственное, кого я не боюсь, это божьи коровки. Я не знаю, мне кажется, они такие беззащитные, такие милые, симпатичные. Но все остальные насекомые, все, я их боюсь. Даже бабочек я не очень люблю на самом деле. Вот. Но мой самый большой страх это купание или даже вид темной воды. То есть ночью вода вообще меня пугает. И вот эти все темы, что «Эй, давайте покупаемся ночью, это так весело!» Это вообще не мое. Я боюсь безумно темной воды. Я не особо, во-первых, плавать умею. И как-то меня вот пугает, что кто-то вдруг там схватит меня за ногу. Или, не дай бог, там водоросли у меня на ноги дотронутся. Ай, я это все так боюсь. Так что вот. Двадцать восьмой вопрос. Последняя вещь, заставившая тебя плакать? Это было пару-тройку дней назад. У меня было просто очень плохое настроение, всякие плохие мысли. Вот, я немножко сплакнула. Двадцать девятый вопрос. Последний раз, когда ты говорил, что любишь? Сегодня маме и не один раз. Тридцатый вопрос. Значение имени на YouTube? По-моему, очевидно. Настя в Праге. Я Настя. Я в Праге. Привет. Тридцать первый вопрос. Последняя прочитанная книга? По-моему, это было что-то из Мураками. Я не помню, это было давно. Сейчас я в основном читаю только все по учебе. Тридцать второй вопрос. Книга, которую читаешь сейчас? Я читаю полно всего по учебе, так что вот такой скучный ответ. Тридцать третий вопрос. Последний сериал, который смотрел? Недавно я досмотрела «Чай на домохозяек», а теперь смотрю «Сплетницу». Тридцать четвертый вопрос. Последний человек, с которым говорил? Это была мама. Тридцать пятый вопрос. Отношения между тобой и человеком, с которым переписывался в последний раз? Я помню, что это была подруга Саша. Вот мы переписывались, говорили о том, что нужно встретиться. Тридцать шестой вопрос. Тридцать девятый вопрос. Любимая еда? Автоматически отвечают, что это роллы. Я обожаю, обожаю, обожаю роллы. Я просто с ума по ним схожу, серьезно. Роллы, любовь, роллы, роллы, роллы. Тридцать седьмой вопрос. Место, которое я хочу посетить? Я уже давно безумно хочу посетить Америку. Тридцать восьмой вопрос. Последнее место, где я был? Или была? Ага, да, где я была. Последний раз я была. Если имеется в виду за границей, то я была в Греции. Тридцать девятый вопрос. По кому сходишь с ума? Честно, никого такого нет. Сороковой вопрос. Когда последний раз целовался? Очень давно когда-то, я даже сейчас не вспомню уже. Сорок первый вопрос. Когда последний раз оскорбляли? На самом деле всех людей, которые меня оскорбляли, я сразу же удаляла из своей жизни, поэтому нет людей, нет оскорблений, нет плохого настроения, все хорошо. Сорок второй вопрос. Любимая сладость? Во-первых, я очень люблю чизкейки, но больше всего я люблю всевозможную выпечку, особенно теплую выпечку. Всякие булочки, слойки, я их очень люблю, но не часто ем, так сказать. Сорок третий вопрос. На каких инструментах играешь? На самом деле ни на каких. Одно время я пыталась учиться играть на гитаре, но это ни к чему не привело. Но, тем не менее, я вроде как умею петь. Сорок четвертый вопрос. Любимые украшения? Моё самое любимое украшение это такие большие золотые часы в мужском стиле, я их ношу просто постоянно, но почему-то не сегодня. Сорок пятый вопрос. Последняя спортивная игра? Спорт и я это очень далекие понятия, так что никакая. Сорок шестой вопрос. Последняя песня, которую пел? Те две песни, которые я упомянула ранее, во время записи я их действительно пела. Сорок седьмой вопрос. Любимая пикап-фраза? Мне кажется, это самый шикарный вопрос из всех. Вообще, я не использую пикап-фразы, но зато я кое-что вспомнила. По холодным повела, да. Папочка дома. Сорок восьмой вопрос. Используешь ли ты её? Мне кажется, было бы так смешно, если бы я её правда использовала. Но надо попробовать. Действительно, надо попробовать. Папочка дома. Сорок девятый вопрос. Последний раз, когда ты с кем-то оттягивался? Это было примерно месяц назад. Здесь, в Праге, мы отмечали день рождения подруги. Было очень весело, просто шикарно. Мы веселились, оттягивались. Какое-то немного странное слово. Но мы определённо оттягивались. И последний пятидесятый вопрос. Кто следующий должен ответить на эти вопросы? Все желающие? Фух, это были все пятьдесят вопросов. Я всё-таки на них ответила. Огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось всё это видео. Что вам было интересно и весело. Если вам понравилось, то, пожалуйста, ставьте палец вверх. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Я буду безумно вам рада. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok